А к нам уже подключается наш следующий спикер, Алексей Добрусин. Алексей, вы с нами уже? Да, добрый день, да, я с вами. Да, это прекрасно. Алексей Добрусин – это SEO компании Хруст. Он расскажет сегодня про автоматизацию в HR, расскажет про тренды в HR тех. Ну, собственно, Алексей, вам слово. Да, включаю презентажку, спасибо. Да, коллеги, всем добрый день еще раз. Я сегодня буду говорить про тренды в HR тех, обычным подходом, потому что, думаю, что большая часть из вас за трендами следит и их более-менее знает. А вот как эти тренды приземляются на то, что у нас реально происходит сейчас в HR-среде, это, на мой взгляд, интересно пообсуждать. Собственно, про это я сейчас и поговорю. Да, меня, как представили, от меня зовут Алексей Добрусин, я SEO навигатора Хруст. Чем мы занимаемся? Мы у себя на платформе собираем различные HR тех и от тех решений, которые автоматизируют жизнь, точнее, автоматизируют процессы, упрощают жизнь HR-у, помогают экономить время и так далее. То есть к чему это? К тому, что мы знакомимся с большим количеством разных сервисов, с большим количеством разных систем и платформ по автоматизации и, в принципе, очень много общаемся с HR-ами на тему того, что можно автоматизировать, какие данные собрать и так далее. И есть некоторая проблематика, которая, соответственно, у нас выявилась, про которую я вам сегодня хочу рассказать через такой доклад своеобразный про тренды. Алексей, вынужден немножко вас прервать. У меня организаторы подсказывают, что некорректно выведена презентация. Вы можете ее перезапустить и просят включить полноэкранное представление? Я включил его. У меня она вот в полном экране сейчас. Сейчас, секунду. Ага, сейчас полный экран. Так, сейчас я вижу снова слева мастер слайдов. Нужно открыть презентацию. Просто я открываю полноэкран. У меня она сейчас на полном экране. У меня сейчас она вот в полном экране. То есть я ничего больше не понимаю. Так, сейчас будем разбираться. Подсказывает, что не то окно отслеживается. А может полностью перезапустить? В смысле закрыть презентацию, открыть? Давайте я попробую открыть то окно. Сейчас, секунду. Еще есть предложение расшарить весь экран. А, ну, кстати, можно и так сделать. Да, давайте. Наверное, так будет вернее, чтобы у вас точно было все нормально. Так, шарю экран и запускаю. Теперь лучше? Да. Теперь все прекрасно. Да, супер. О, супер, отлично. Итак, мы забрались с этой сложной технологической задачей. Можно вернуться к HR-тех трендам. Да, смотрите. Когда мы говорим про тренды в HR-тех, надо понимать, что на HR-тех влияют в том числе другие рынки. Почему? Потому что HR, ну, то есть, да, давайте тут будем, наверное, друг с другом честно говорить. HR-рынок, он не самый, да, такой, не самый передовой. Да, это сейчас не критика, ни в коем случае не выпад, но это так. Да, эти данные есть, с ними, наверное, там сложно спорить. Он скорее развивается. Есть рынки, которые там развиваются чуть быстрее. Это не хорошо, не плохо, но это факт. И поэтому многие тренды, которые к нам приходят на рынок HR-тех, мы берем с других рынков. Да, это важно. Я на этом специально делаю акцент. Потом там, ну, станет понятно, к чему я это говорю. И вот тут есть четыре рынка, конечно, список неисчерпывающих, да, там, с которых, в частности, HR-тех берет тренды и технологии. Да, это рынок e-commerce, то есть рынок электронной коммерции, да, там, в частности, многие технологии дистанционного образования, маркетплейсов, различных LMS, которые идут оттуда с точки зрения технологий и того, как это структурируется. Это рынок, конечно же, маркетинговых технологий, да, это тех, мартех, да, откуда тоже берется довольно много и приходит в HR-сервисы и вообще в тренды HR-автоматизации. Это финтех, разумеется, который там сейчас, ну, достаточно сильно развивается, его можно назвать передовым. И многие вещи, связанные с предиктивной аналитикой в HR, с аналитикой данных, они там берутся из рынка финтех. И, конечно, геймдев, да, там та самая пресловутая геймификация мотивации, геймификация обучения, вообще геймификация процесса работы, что сейчас довольно характерно для многих компаний. Она, конечно, приходит из геймдева, где это все давно уже разработанное есть, да, а мы в HR-тех это просто берем и там адаптируем и внедряем. В связи с тем, что это так происходит, да, и вот там, допустим, да, там из того же самого Амазон, ну, который там считается все-таки сейчас все еще лидером, да, e-commerce, именно рынка e-commerce, да, который первый структурировал там такие большие форм-факторы маркетплейсов, и именно оттуда, да, там по версии многих исследований приходят форм-факторы системы дистанционного обучения, да, или там, например, да, допустим, те же самые различные EGM, да, Employee Journey Map, карта путешествия сотрудника, карта путешествия соискателя и так далее, да, а мы сейчас, ну, вы наверняка знаете, да, если там вы сталкиваетесь часто с процессами рекрутинга, побор и так далее, что мы сейчас любим все строить картами, везде строить схемы, везде строить различные путешествия, клиентские путешествия, путешествия соискателя, путешествия сотрудника, там, мы все что угодно хотим превратить в путешествие. Это пришло тоже из тех, ну, сначала, скажем так, сначала из классического маркетинга, а потом перевалочным пунктом через тех это пришло в HR-тех. То есть HR-тех очень много черпает технологий из более передовых рынков и пытается это адаптировать к классическому уже сложившемуся HR-процессу. И это важно, потому что, собственно, дальше происходит следующее. Сейчас есть некие тренды, которые в HR-тех предъявляются к любой технологичной системе. Я не буду вам сейчас все зачитывать и комментировать, мне не кажется, что это как-то суперважно или будет сейчас полезно, в рамках моего, тем более, не очень большого доклада. Но могу сказать, да, например, что тренд первой персонализации, ну, это сейчас такой, наверное, не гигатренд, но мегатренд точно, да, то есть мы сейчас хотим все персонализировать и хотим, чтобы любая наша система, она обладала недюжинными способностями к персонализации. Мы хотим персонализировать мотивацию, то есть если у меня 100 сотрудников, да, я хочу там иметь не какую-то табличку мотивации там по грейдам или там по ролям и так далее, я хочу иметь желательно, да, в идеале, в моем таком розовом идеале я хочу иметь 100 систем мотивации персонализированных, да, чтобы каждый сотрудник получал именно ту мотивацию, которая будет там вовлекать в работу и в достижение именно его. Если у меня там есть какой-то процесс рекрутинга, то я не хочу там создавать какой-то большой охват или воронку, а в идеале я хочу иметь очень высокую конверсию, то есть иметь настолько персонализированный процесс поиска соискателей, чтобы у меня там был один кандидат, и он же у меня становился в идеале, да, в идеале моим сразу сотрудником, да, то есть чтобы воронка была там максимально цилиндрическая, там, лучше пусть в нее заходят пять соискателей и но выходит оттуда там четыре сотрудника, чем заходят туда сто соискателей, но выходит там, не хотим охватов, а хотим результатов, в первую очередь персонализации. И, ну, там есть понятные другие тренды, которые там, я говорю, более очевидные, мне кажется, что там про них, и так, вы знаете, понятно, что мобильные устройства сейчас берут вверх над стационарными, понятно, что есть там различные технические уже там совсем мелкие требования, ну, вот смотрите, да, все вот эта замечательная, вся эта замечательная история, персонализация, сбор данных, обязательно мы хотим все считать, все там анализировать, все прогнозировать, она иногда выходит боком, и вот у нас есть уже кейсы, да, вот в хрусте, когда мы помогаем, консультируем, подбираем нужные инструменты для автоматизации довольного процесса, у нас уже есть кейсы, когда это выходит там в большей или меньшей степени боком. Когда мы говорим про то, что мы начинаем все автоматизировать на рынке, который еще пока не финтех, то есть он не супер развит, и не всегда там понятно, да, что и зачем мы делаем, у нас роль HR, да, в данном случае, она может трансформироваться там, ну, в две вещи. Во-первых, он становится скорее администратором инструментов, во-вторых, он, ну, и это логично, да, начинает принимать решения на основе данных, потому что зачем же мы внедряли столько систем, да, каких-то, неважно каких, если мы в итоге решения не принимаем на основе данных, да, и эти данные нам надо откуда-то собирать, да, то есть по большому счету у нас есть несколько технологических составляющих нашего процесса, которые в автоматическом, ну, или в полуавтоматическом режиме что-то делают, перед этим какие-то данные, и мы на основе этих данных, да, там вот я HR, например, да, ну, к примеру, я на основе этих данных в роли администратора этих инструментов уже делаю выводы, смотрю эти данные и принимаю на основе этих данных решения. Но так, к сожалению, не всегда получается, и иногда даже ситуация не то, что не улучшает, она еще и ухудшает. Потому что тоже, наверное, вы все об этом знаете, я надеюсь, что когда мы говорим про цифровую трансформацию, а когда мы говорим про то, что мы берем HR-цикл, HR-процесс и его меняем, заменяя где-то чат-ботами, где-то автоматическими системами, где-то персонализацией какой-то, где-то еще чем-то и так далее. Мы, конечно же, говорим здесь именно о цифровой трансформации. Так вот, цифровая трансформация – это в первую очередь изменение культуры, а не внедрение инструментов. То есть, грубо говоря, если некая команда, там HR-отдел, вся компания, ну, неважно, она не готова к тому, что случится, когда появится технология, не готова принимать решения на основе данных, не сильно доверяет данным, а доверяет интуиции. Очень часто, кстати, ну, там, очень часто такой зазор, разрыв, с которым мы сталкиваемся, да, когда инструмент внедрен, но HR не пользуется им в полной мере, потому что говорят, ну, как-то по старинке оно проще, да, там какие-то данные есть, дэшборды какие-то, но я все равно этим пользоваться не буду, как бы, я вот точно знаю, что Василий не подходит. Не важно совершенно, какие данные мы по нему собрали и, там, что нам по нему говорит система, да, то есть, если у нас нет некого, там, такого, знаете, статуса digital ready, там, да, то есть, команда не совсем готова к этим изменениям, то инструмент, оно на практике может обойтись компании, скажем так, дорогостоящими инвестициями, которые, там, немножко тонут в песок, потому что они ничего не улучшают, а, ну, там, начинают косты очень увеличивать. Поэтому, в первую очередь, конечно, говорим про команду. И когда мы говорим про основные роли, да, зачем мы вообще делаем цифровую трансформацию, да, там, ну, есть, понятно, что я вот тут написал, да, и так далее, то есть, список далеко не с чарпающей, вот есть у нас по нашим вопросам четыре топ-цели, да, которые нам сами чар говорят, зачем вам нужна цифровая трансформация, спрашиваем у них мы. И они нам говорят, что это нужно им, чтобы автоматировать процессы, ну, то есть, а зачем нам автоматировать процессы, да, если вы копаете глубже, мы копаем, они говорят, ну, время, скажем, да, я не хочу делать что-то сам, хочу, чтобы за меня что-то делала машина. Да, например, там, с искателем общался чат-бот, а не я. Это будет не экономить время на первых этапах воронки в рекрутинге. Ну, как пример, да. Да. Повысить вовлеченность сотрудников, понятно, мы хотим повысить вовлеченность, хотим узнать, что, там, вот, Иван хочет уволиться, скорее всего, через три месяца, надо что-то делать, вот, а там, Надежда очень сильно замотивирована, вовлечена, и вообще с ней все в порядке, и вообще даже можно на нее пока внимания не обращать, с ней все окей. Ну, условно, да. Создать единое информационное пространство, да, хотим, да, чтобы там все общались в одном месте, чтобы информация по компании распространялась легко, с минимальными коммуникационными потерями, с минимальными коммуникационными издержками, да, и, конечно, хотим мы управлять данными. Ну, раз мы все сейчас говорим про то, что у нас началась эпоха data-driven, да, основанная на данных, мы все живем в цифровом мире, то мы, конечно, хотим, чтобы нам всякие удобные системы давали много данных, а мы с этими данными что-нибудь делали, и желательно делали что-нибудь эффективное, да, там, повышали качество стоимости рекрутинга, удешевляли процесс рекрутинга и так далее, и так далее, и так далее. Но есть одна проблема. Если вы закрываете, например, 5 вакансий в год, то вряд ли вам это все нужно, да, как один из примеров. Если вы нанимаете топ-менеджера, вряд ли вы будете этот процесс автоматизировать, да, то есть любая, надо понимать, что любая технология – это всего лишь инструмент. Инструмент. Технология – это не какая-то там волшебная таблетка, да, неважно, какой сервис, да, и сервисы все хорошие, ну, там есть разные, конечно, они качественные, но это инструмент. Инструментом нужно правильно пользоваться. Если вы там микроскопом забиваете гвозди, то, ну, вряд ли это хорошая идея. Если вы, вам нужно, там, закрутить один шуруп, и вы для этого покупаете дорогостоящий шуруповерт, ну, это, наверное, идея не очень хорошая. То, что называется overkill, да, или overpower. Вы, как бы, из-за, там, бластерной пушки пытаетесь муравейник уничтожить. Да, муравейник вы уничтожите еще за одно лес вокруг, если сожжете. Как бы, зачем, да? Если мы говорим про какой-нибудь масс-найм, да, грубо говоря, да, когда у вас постоянно открытые вакансии, вам нужны десятки и сотни кандидатов. Да, автоматизация – хорошая идея, здесь понятен и очень четко прописан процесс, и здесь это, скорее всего, вам время сэкономит. Если мы говорим про IT-рекрутмент, например, да, ну, мы все знаем, да, кто когда-нибудь общался с IT-шниками, вообще их нанимал. Чат-бот этому, скорее себе, да, то есть там автоматизация, скорее, нам навредит, потому что ключевое ограничение в найме айтишников – это, скорее, не время. Это в масс-найме ключевое ограничение – это время. Хотим это ограничение расшить, внедряя автоматизацию, скорее, это все-таки в большей или меньшей степени ручная история. То же самое с наймом топ-менеджера. Ну, то есть если мне нужно нанять генерального директора, я как-то, то есть я себе создаю систему найма гендиректоров, то есть автоматизирую процесс как-то найма гендиректора, ну, я утрирую, конечно, но условно, да, там какого-то топ-менеджера. У меня, наверное, системы что-то не так, то есть если мне настолько часто нужно нанимать топ-менеджера, что мне понадобилось автоматизация этого процесса, вероятно, я что-то, ну, что-то серьезное не так в компании, в HR-техе и так далее. И вот это очень важно помнить, когда мы говорим про HR-тренда, потому что я, ну, понятное дело, много присутствую на мероприятиях, общаюсь с коллегами в HR-техе, про HR-тренда, и там, ну, там, на мой взгляд, к сожалению, да, там многие говорят про HR-тренда и про то, что надо вот внедрять вот это, есть вот тот и вообще классные технологии, они бесспорно классные. Здесь у меня даже вопросов нет. Но мало кто говорит о том, а надо ли их внедрять прямо сейчас на этой стадии компании, или прямо сейчас для этого процесса, или прямо сейчас вот там для этой конфигурации. Иногда бывает, что они надо, да. Вот как пример, да, тот, который я уже проговорил, да, там, что есть масс-найм, который автоматизация требует, и там это нам деньги и время скорее сэкономит. А есть IT-экрутмент, где там не могу, конечно, утверждать стопроцентной вероятностью. В HR такая штука, что нужно смотреть на каждый случай индивидуально, да, на каждую методику подбора, там, и так далее, на каждую воронку. Но, скорее всего, нам это не поможет, да, и, скорее всего, там мы будем, мы себе ухудшим HR-цикл, если мы будем пытаться эту историю автоматизировать. Скорее всего, с большой долей вероятности. И вот это нужно помнить, когда мы внедряем, или хотим, собираемся, скорее, да, внедрить какие-то решения, да, что нужно задать себе вопрос, зачем мы это делаем, да. Это инструмент, нам этот инструмент зачем. Если технологии не помогают работе, а только ее ухудшают, да, и там еще нас нервирует, выгоняет стресс, то, наверное, ну, что-то не так, мы, может быть, их рано внедряем. Может быть, нужно сначала культуру поменять. Может быть, мы их внедряем не туда, да, потому что технология, да, любая технология, это штука, которая должна помогать в работе. То есть, вот мы внедрили АТС, да, систему, извиняюсь там за профдеформацию небольшую, систему для автоматизации и облегчения цикла рекрутинга, да, для подбора. И у нас, по идее, должно сразу за работу стать легче. Ну, и так действительно часто бывает, да, то есть здорово, мы теперь видим вот кандидатов, вот воронка, нам не надо их там 10 раз переносить и так далее, и так далее. Вот у нас интеграции нужные нам, да, там с джоббордами, с хатхантером, там еще с каким-то джоббордами, которые нам нужны. Здорово. Но не наоборот, да, не должна работа строить вашу технологию, да, то есть когда приходит какой-нибудь директор, сейчас новая модная там, ну, уже там не очень новая модная должность, CDO, да, трансформация, он приходит и говорит, так, я изучил ваш HR-отдел, у вас провел аудит, у вас отвратительная вообще ситуация, внедрено два сервиса, а у нас по нормативам нашей компании должно быть не менее 8 сервисов на отдел, поэтому срочно нужно внедрить еще 6 сервисов. И вы бешено думаете, что бы еще внедрить, чтобы выполнить этот KPI. Опять же, я утрирую, да, но на самом деле это близко к тому, как иногда происходит, да, это может не 8 сервисов, да, я, может, утрирую немножко именно в цифрах, да, чтобы там, ну, как-то поживее было. Но на самом деле это правда, это так бывает, не всегда, но так бывает. И в итоге вы внедряете что-то ради того, чтобы внедрить. То есть получаете себе модный сервис, получаете довольного CDO, но в итоге вы работу, которую вы выполняли раньше за 3 дня, выполняете 5 дней. То, на что у вас раньше уходило 3 часа, уходит 6 часов после внедрения технологий. Если это так, значит технологии вам не помогли, а наоборот нарушили работу, и как бы эти тренды, да, и исследование вот этим всем HR-трендам оказалось бессмысленным. Да, но опять же то, что если в компании мы нанимаем 5 вакансий в год, нам не нужна сложная система персонализации. У нас 5 вакансий в год, мы можем делать все вручную. Нам не нужна сложная система предиктивной аналитики, которая поймет, уволится ли сотрудник через месяц, если у нас работает 10 человек. Ну, я условно, опять же, такие примеры из микробизнеса, которые просто показывают абсурдность, да, чтобы прям максимально это гиперболизировать, чтобы было понятно. Зачем? Я же могу общаться хоть каждый день, ну, реально, со всеми этими 10 людьми, как HRD или как даже SEO, неважно. Скорее всего, я знаю, что там у меня происходит и кто куда уйдет. То есть когда данные, предиктивная аналитика, новые технологии вам не облегчают ситуацию, а просто дают какую-то модную историю, то, соответственно, это скорее плохо, а не хорошо. И с этим, как бы, да, надо там, ну, нужно всегда подходить к этому осознанно. Я за прогресс, я за технологизация, что важна осознанность в любом процессе цифровой трансформации. И когда вы выбираете любой сервис, просто важно понять, да, ну, четыре вопроса, которые я себе задаю, когда я что угодно внедряю, неважно, в свою личную жизнь, я тоже пользуюсь, как, там, обычный человек, не агент-директор компании, я пользуюсь довольно большим количеством разных сервисов. И когда в компанию что-то мы внедряем с командой, мы привыкли задавать себе четыре вопроса, да, какую метрику он нам улучшит, сервис имейте в виду, да, что мы улучшим, какие метрики он нам ухудшит, потому что бывает такое, что мы одну метрику улучшаем, внедрением сервиса, а четыре ухудшаем, мы улучшили метрику расширения оборонки найма, но ухудшили конверсию выхода на работу, мы, или, там, конверсию в оферы, мы улучшили метрику, там, я не знаю, улучшили метрику вовлеченности, зато ухудшили какую-нибудь метрику по текучести, потому что вовлеченность оказала, мы меряем такими способами, такими сервисами, которые неудобны сотрудникам, и они, соответственно, там, из-за этого, там, стрессуют, и с ними происходит что-то не очень хорошее для компании, с точки зрения компании, да, бывает такое, что улучшает что-то, ничего не ухудшает, но надо понять, да, мы точно, улучшая это себе не стреляем лифт сейчас в ногу, мы себе что-то другое не зарубаем, мы не внедряем за миллион рублей то, что нам потом будет, там, у нас работать над задачей, которая вообще-то стоит 50 тысяч рублей, да, сколько это будет стоить, понятный экономический вопрос, да, то есть, потому что, если мы, бывает такое, что стоимость внедрения убивает любой экономический эффект от этого внедрения, да, то есть, такая парадоксальная штука, которую важно понять, бывает такое, что внедрение стоит столько, что оно уничтожает эффект от внедрения, то есть, лучше не внедрять, потому что мы денег потратим слишком много, это тоже поэтому вопрос, который надо себе просто задавать осознанно, Ну и последний вопрос, он такой, как бы, самори, да, такой обобщающий, оно нам надо, ну, то есть, как бы, вот мы метрику улучшаем вот эту, улучшаем вот эти, будет столько-то, окей, ну, стоит игра свечи, если стоит, все окей, надо идти во внедрение, если не стоит, или мы сомневаемся, то лучше подумать, да, поискать альтернативы, причем альтернативу я сейчас не столько даже про сервис какой-то другой, ну, может, и про это тоже, а в целом, может быть, мы можем каким-то другим способом, нетехнологичным пока закрыть эту проблему, да, потому что пока это будет нам дешевле и проще, а потом уже прийти к технологиям, когда у нас там стадия организационного развития будет, другая компания разовьется, да, там, и так далее, и так далее, и так далее, да, там, что-то нам будет важно, потому что вокруг, да, сейчас все, ну, как бы, это правда, кричат о том, что пора технологизироваться, я специально в кавычках беру это слово, я его услышал, оно меня там очень позабавило, да, то есть там цифровизация слышал, цифровая трансформация слышал, автоматизация, конечно же, а вот технологизация, да, вот недавно прям услышал впервые это слово, решил его даже сам поиспользовать, ну, как бы так, с некоторыми в доле иронии, да, потому что, ну, забавное слово. Вот, все говорят о том, что пора, как это у вас еще не прошла цифровая трансформация, срочно обучайтесь, трансформируйтесь, иначе останетесь на обочине. Поэтому говорят все. Но в некоторых областях, сегментах, пока еще все-таки бутиковый подход получается, ну, эффективнее. То есть, грубо говоря, пока я могу анализировать что-то вручное, почему бы не анализировать? Да, когда это начинает меня занимать уже слишком много времени, издержки становятся слишком большими, и ошибка, ну, процент ошибок уже растет, все, мне нужно, значит, приходить на следующий уровень. Я внедряю какой-то инструмент автоматизации или там какую-то умную технологию, и она мне начинает помогать. До тех пор, пока я могу без этого обходиться, да, ну, я, наверное, этого делать скорее не буду, потому что зачем? Да, и, к сожалению, я вижу на практике, почему я говорю про это, это навеяно, ну, моей практикой, на практике я вижу довольно много компаний, где в HR-отделах внедрение происходит ради внедрения. То есть, как бы, надо, поэтому делаем, потом разберемся. Мы купили вот такую-то штуку, там, LMS-ку, условный, условный пример случайный, купили там за миллион рублей или за 500 тысяч рублей. Это в комплексе, там, внедрение, поддержка, еще что-то. Окей, а теперь давайте подумаем, что мы с ней делать будем. Да, ну, условно, да, вот условно это происходит так. Мне это кажется сильно, ну, как бы, таким, ну, вот, слово неосознанности опять напрашивается, да, какой-то неосознанный подход. Да, и поэтому я там рекомендую, потому что я не могу никого не заставить, не призвать, а я рекомендую просто этот подход не использовать, да. Что точно стоит делать, да, то есть, как бы, есть, все-таки, да, есть некие тренды, причем они наверняка уже вам очень понятны, и вы, скорее всего, с ними суперзнакомы. Действительно, есть некоторые вещи, которые сейчас делать вам, скорее всего, стоит, скорее всего, опять же, неточно, на какой бы стадии вы ни находились. Понятно, что АТС-ку, ну, то есть, системы по автоматизации выборы, скорее всего, использовать стоит. Вопрос, какую, вопрос, там, за сколько, вопрос, насколько навороченную и так далее, и так далее, и так далее, но, скорее всего, если, опять же, у вас там ни одна, ни две вакансии в год, да, то, скорее всего, стоит. Ну, и дальше, если одна-две, то, опять же, зависит от вашей воронки с искателем. Использовать ЛМС, ну, скорее всего, да, сейчас стоит или, там, почти стоит. Хотя, опять же, да, если у вас образование в компании не системное, у вас нет, там, каких-то очень стандартизированных программ обучения, да, а у вас там скорее наставничество или какие-то другие методики используются, то опять же вопрос. Понятно, что анализировать клиентское путешествие соискателя, считать воронку стоимость найма, неважно, чем это делать сервисом или это делать ручками условно, конечно же стоит. Мы должны понимать экономическую целесообразность найма, понимать свою воронку, понимать, делаем слабые места в воронке и понимать, как там нам на эти места, какими инструментами мы можем повлиять. Что мы делаем не так, грубо говоря, как это исправить? Понятно, что нужно оценивать инвестиции в каждую позицию. То есть есть позиция, которую мы хотим закрыть. И нам нужно опять же понимать, сколько это стоит. Но тут смотрите, да, вот из четырех пунктов здесь два, да, они там однозначно связаны с технологиями, то есть с какими-то определенными типами сервисов, которые мы внедряем, а два, собственно, они скорее про методики, они скорее не завязаны конкретно на технологии, они скорее про подходы. И это опять же история про культуру. То есть сначала мы должны понять, что важно считать воронку стоимость найма, потом это автоматизировать. Сначала мы должны понять, что нам нужна какая-то стандартизированная система обучения, потому что у нас очень много времени тратится на онбординг каждого сотрудника нового, например. А потом мы должны уже это автоматизировать. Если мы и так вручную справляемся, и нам как бы не совсем понятно, что именно нам даст автоматизация, наверное, автоматизацию пока не стоит делать. Соответственно, у меня на этом все. Коллеги, спасибо. Решать нужны вам сервисы, какие исключительно вам. Поможем вам их выбрать мы, навигатор Хрост. Спасибо огромное. Алексей, спасибо большое. Друзья, задавайте вопросы. Да, спасибо. У нас есть еще несколько минут, чтобы Алексей на них ответил. Да, если есть вопросы, отвечу с радостью. Да, сейчас посмотрим, что у нас случается. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok